Конечно, в этот день в первичной ветеранской организации «Лётное поле» всё крутится вокруг именинницы, председателя объединения Нины Ивановны Соколовой. Но, возможно, это ежедневная практика, учитывая энергетику этого человека. В свои 80, а возраст Нины Ивановны не стесняется, наша героиня активна, да так, что молодёжь позавидует. Мне одна звонит сегодня, говорит, вы восьмёрку поставьте горизонтально, и будет бесконечность. Я говорю, так хороший образ, замечательно, я возьму на вооружение. Гости всё прибывали и прибывали, за один стол уместить их не получилось. Поставили два, и места всё равно не хватает. Вот сколько друзей, коллег, соратников посчастливилось встретить на жизненном пути Нине Ивановне. В общественной работе. Она возглавляла профсоюз, была секретарём партийной организации. С 1993 по 1997 являлась депутатом Московской областной думы первого созыва. И, конечно, в медицине, которой именинница посвятила более полувека. Конечно, я прежде всего врач. Прошла все этапы. Участковый врач в пятой поликлинике, потом ординатура, потом митическая больница. Много-много лет. Ну, а потом вернулась опять в Верловскую поликлинику, где я начинала работать. И работает здесь до сих пор врачом-терапевтом школы артериальной гипертонии. Уже не счесть количество наград, грамот и благодарностей за десятки лет труда и полной самоотдачи. Нина Ивановна – это врач от Бога. Это человек эпохи, человек легенд. Весь коллектив гордится тем, что у нас работает такой доктор. Мы очень благодарны ей, гордимся ей. И хотим, что еще многие годы Нина Ивановна радовала нас своей работой и своим присутствием в нашем коллективе. Поздравление в день юбилея Нине Ивановне направил и Виктор Азаров. Председатель Матищинского совета депутатов Андрей Гореликов передал подарки и поблагодарил за труд. Самое поразительное, человек находится еще не на отдыхе, а продолжает работать в поликлинике. Потому что, мне кажется, звание врача – это то звание, которое приобретается и несется до самого последнего вздоха в этой жизни. Вы знаете, раз мы говорим о здоровье, то, конечно же, безумность здоровья, энергия, неутомимости. И это пример для всех не нас. Сейчас общественная работа Нины Ивановны в основном направлена на патриотическое воспитание молодежи. Члены первичной ветеранской организации проводят в школах округа уроки памяти. Любят ветераны организовывать совместный отдых, приоритеты, походы в театр и экскурсии. Не забывает Нина Ивановна и про свою семью. Ее внимание всегда ждут двое сыновей и трое внуков. Анна Мусаликина, Андрей Капустин. Информационная программа «День».